Всем привет ребята, вы на канале Живая Планета и что, сегодня я вам расскажу о ящере заботливой матери Майозавре. Жил этот ящер на территории Северной Америки в позднем меловом периоде 78 миллионов лет назад. Открыт был в США в 1979 году. Он был травоядным динозавром из семейства орнитоподов. Длина была где-то 10 метров. Майозавры заботились о своем потомстве не хуже современных млекопитающих. Самки гнездились обширными колониями. Этот утконосый ящер считается чем-то вроде официального символа штата Монтана. Это также первый динозавр, у которого на территории США обнаружены ископаемые гнезды детенышами. Изучая майозавра раннего возраста, ученые сделали вывод, что ящер в первый год жизни достигал длины 1 метр, а к наступлению половой зрелости становился 10 метровым. Такой быстрый рост говорит о гораздо больших, чем у современных рептилий, энергозапратах и скорости обменных процессов. Поэтому кушать майозавру приходилось уж точно много. В среднем до 20 килограммов растительности в день. Плюс майозавры были квадробипедальными. Они могли ходить как на двух, так и на четырех лапах. Ну и плюс, очень хорошо заботились о своих детенышах, что еще раз подтверждает то, что мозг майозавра превосходит размерами мозг других орнитоподов. Еще одна деталь майозавра, которую очень сложно не заметить, это его приподнятый позвоночник. Возможно, такой позвоночник использовался для терморегуляции. Майозавры яиц не откладывали, в среднем 10-20 штук. Динозавра это не очень много, но вот заботился он о них очень тщательно. Это, кстати, один из моих самых любимых динозавров, кто не знал. В высоту в холке ящер был где-то 3,5 метра, а вот весил он довольно много. Целых 6 тонн. Что ж, вот такой вот маленький ролик о большом динозавре. Всем спасибо за просмотр данного видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. На этом все. Вы были на канале Живая Планета. Всем пока-пока.